Вопросы. У них было время ответить на вопросы и эти вопросы, ответы на вопросы, представить членам жюри, которые находились там же на выставке. И вот они были анонимные, мы не знали ни фамилии, ни имена, только были номера. И вот номер какой-то сейчас победил, кто набрал большее количество баллов. У нас сегодня здесь побывало уже более 500 человек. То есть более 500 человек, горожан и гостей города, я знаю, что приезжали к нам и из Мытища, и из Пушкина, уже оценили значимость сергио-посадской матрешки. А еще 37 человек подняли участие в викторине, то есть ответили на вопросы. И самый-самый интересный вопрос, ответы дала Якунина Лиза. Есть ли такая участница среди нас? Есть! Мы награждаем Лизу, этой замечательной матрешкой, а также дипломом участника фестиваля. Я учусь, ну расскажи. Я учусь в 29-й школе. И у нас есть краеведение. И ведет его... Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна. Сотрудник вашего музея. Мы бываем тут очень часто. Татьяна Николаевна Тимофеева? Да. Хорошо, мы передадим Татьяне Николаевне поздравления. Да, готово. Тебе было интересно, были интересные эти уроки? Да, очень. Интересные были. У нас тетрадь, мы идем тетрадь, вот все записываем. Наверное, все присутствующие очень хорошо поняли, что ребенок хорошо учится и достигает успехов тогда, когда все предметы хорошо знает мама. Поздравляем, Лизонька. Мама, пожалуйста, помогите Лизе, упакуйте матрешку вместе. Молодец, Лиза. Сейчас девочка Якунина Лиза, правда не помню из какой школы. 29-я школа. 29-я. Получила приз, набор матрешек. Она проявила наилучшее знание матрешечного искусства, если можно так сказать. И назвала вас как преподавателя краеведения. Я счастлива, рада. Лизонька, я поздравляю тебя. У нее еще необыкновенная активная мама, поэтому, конечно, это еще и заслуга мамы, не только моя. И прекрасные учителя в школе. Я с этой школой сотрудничаю много-много лет. Очень хорошие учителя, и дети приличные. Все хорошо.